Новую газовую котельную на природном топливе запустили на Хабаровском заводе железобетонных изделий номер 4. Она нужна, чтобы сократить время производственного цикла. Как говорят на предприятии, еще один плюс нового оборудования в том, что оно позволит снизить себестоимость продукции. С подробностями Анастасия Привецкая. До сих пор ЖБИ номер 4 выпускала только полуфабрикаты, части будущих домов. Два месяца назад на заводе завершилась модернизация первой линии производства. И теперь предприятие будет выпускать готовые домокомплекты. Новое оборудование обошло 70 миллионов рублей. Это универсальные формовочные стенды, которые будут выпускать первыми на Дальнем Востоке плиты перекрытия большого формата. А также не менее важная кассетная установка для изготовления внутренних стеновых панелей. Вот сейчас есть такие модно-французские окна, которые почти в пол. Вот, пожалуйста, можно сделать окно, которое будет в пол нестандартное. Один этаж, строительство одна неделя. Сегодня на заводе запустили автоматическую газовую котельную. До этого предприятие работало на угле. Тепловой узел создает горячий пар. Им обрабатывают будущие железобетонные конструкции. Это позволяет повысить прочность изделий, сэкономить силы и время. И газовая котельная, там существенный газ сократит затраты на тепловлаженную обработку, снизит нашу себестоимость, увеличит выпуск продукции, увеличит оборот, потому что дает совершенно другое качество пара. Согласно планам правительства Хабаровского края, в 2024 году в регионе должны строить миллион квадратных метров жилой площади. Завод ЖБИ номер 4 готов выпускать 50 тысяч квадратных метров в год. Кроме того, он войдет в строительный кластер. Работаем на благо Хабаровского края и каждого его жителя. Я вас поздравляю с приходом газа, уверен. Предприятие обеспечит 50 тысяч минимум квадратных метров жилья качественным материалом, стройматериалом, конструкциями. А там и 100 тысяч. К концу года на заводе планируют открыть вторую линию по производству домокомплектов. Сейчас предприятия при поддержке краевого правительства участвуют в проекте кредитования Фонда развития промышленности. А это возможность получить 100 миллионов рублей на развитие производства.